всем привет это лордус нам достался вот решили его немножечко облагородить в плане того что заводские настройки так себе вот в плане того что здесь вот вообще ничего не защищено вот это мы все поснимали сейчас попробуем его обшить обшить попробуем его алюминием в общем вот так вот он выглядит вот здесь сделали такие вот болтики накернили вот куда чё прикручиваться будет сейчас тут пропылесосим и скорее всего вот это вот все тоже будем заделывать стеночку чуть потом поставим в общем и соответственно двери тоже все обошьем вот такой у нас костян главный механик у нас небольшая дыра то будет не нормально я думаю изготовили шаблоны и вот так вот это на две задние двери сейчас мы вырежем посмотрим что получится и как это будет здесь концы придется загибать потому что на дверях есть такая особенность вот эта выемка июна мы попытаемся тоже закрыть вот тут тоже так следующее пол уже отрезали привезли вот такой вот утеплитель вот такой вот мы вот этот будем в окна вставлять вот здесь у нас уже выглядит вот так вот константин михалыч ставит специальные липучки которые будут держать этот пол сейчас мы тут еще листочек положим и будет вообще шикарненько дребезжать эта штука не будет надеемся сейчас посмотрим а вот этот утеплитель он будет ставится вот в эти окна сюда и сюда так ну что мы тут видим что у нас получилось константин вам не кажется что у нас какая-то хуйня получается какая-то вообще непонятная хуйня на серьезно это значит делаем дырки не так это клепка ты посмотри она куда вставляется пластмасски то пасмаску возьми сейчас я еще раз это проверю все и попробуем итак процесс обшива происходит на данный момент на данный момент вырезали железку под дверь боковую вырезали под заднюю дверь под одну большую и под маленькую вот стоит уже даже просверленная так вот что мы тут еще сделали шумоизоляцию сюда кинули вот так вот таким макаром сейчас вот здесь вот отверстие вырезаем под под пластмасску вот под эту пластмасску причем эта пластмасска должна аккуратненько входить и вот это вот и вот эти вот все фишечки должны туда четко проваливаться потому что они потом будут закручиваться вот в эти отверстия и это очень важно вот вот константин михалыч пришел принес бумагу сейчас будем писать сейчас еще шаблончик сделаем так начать пойдем порисуем до болгарка здесь хочу вот там особо только это ну без фанатизма чтобы не ушло у нас это в никуда там пару-тройку сантиметров бля так не получится закрытыми глазами только дрочить получается вот за сегодняшний день вот выпили пол бутылки воды потому что а еще до лев был и еще три литра дали его было все железки все железки будут прикрыть прикручиваться прикрепываться вот к этому ребру вот здесь тоже на задних дверях будет прикрепываться вот к этой кромки вот так вот здесь загнут будет кусок листа здесь будет находиться утеплитель мы здесь тоже самое это уже нарисовали здесь наверно тоже будет прикрепываться спасибо вам большое добрый человек дай бог вам здоровья так константин у нас в отпуск уехал да это хорошо и это как его за помощника у нас остался санек об мы тут закрепали две задние двери вообще наглухо вот выглядит вот так вот сбоку она вообще выглядит вот так вот а если изнутри короче вообще заглянуть то вообще вообще выглядит это потрясно сейчас одну минуточку вот так и давай да видно вот вот так вот она сейчас закрыта у нас четко автосалон вообще курить ногти с нитками вот так сейчас наверное боковушки начнем да вот так ладненько тогда мы на какой-то момент прерываемся сейчас попробуем еще боковушки мутануть утеплили дверь такая своеобразная шумоизоляция задний вы уже видели ну и вторая дверь вот так вот тоже выглядит в принципе здесь тоже будем все утеплять но пока не до этого а так вот мы короче забубенили одну дверь вот так вот она выглядит вот тут у нас клёпчик это клёпочник не пролазит будем боковой в понедельник брать или уже сделаем нормально вот так вот это выглядит вот так она у нас такая кривая косая вот это а изнутри она будет выглядеть примерно 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 вот так вот и все потом здесь тоже все доделаем и будет шикардосно и бомба командировка да а как же без этого то это же этот как его нагреваться на это сексуальная капсула да это чтобы этот как его не слышно как она пищит машина машины до подшипник амортизаторы вот здесь вот такую штучку сделали боковинки короче пока только прикинули как они будут стоять они еще не сделаны вот все откручены здесь тоже вот так вот все сделано вторая боковинка лежит вот ее еще тоже пока не так не дать руки не доходят в общем так ладненько продолжим дальше а сейчас чай пойдем пить да я я на терлих вот какое-то количество клёпочек мы уже заклепали вот тут они уже заклепанные вот тут еще нет да тут вообще просто отверстия и такие технологические но по-другому сказать дырки дырки так что вот процесс идет и в этот раз мы догадались струбцинами зажать и все будет лучше даже чем ожидали да работаем вот обыкновенным инструментом вот специальная дрель где установлена такая штука чтобы насквозь не просверлить вот ну и волшебный клёпочник вот хочу за сборщик ларгусов это мафия какая-то шикардос вообще стеночки еще не поставили да все ёлки-палки прямо турбо здесь же еще пол он складывается вот так вот и там много пространства что может там наложить там что-то накидать опаньки вот так вот она выглядела изначально вот и все из за того что вот здесь вот но есть что-то одно что здесь то не придумали а завод вас чтобы у вас да вообще сами на эту машину и рейлинги ставили и ставили вот здесь вот эту штуку модную соответственно вот эти вот тоже ставили сами чем еще сюда чуть такое сами да дисочки здесь вообще спортивные вот можно развивать скорость по моему до 640 километров до вот заводские это то бы летки еще дефлектора поставили о да модные дефлектора лада ларгус баклажан да ну-ка ядре он батон как барабан о а там как холодильнике слушай и запросто тогда надо было вместо утеплителя хотя бы кевларш или накидать туда тут у нас немножко инструмента осталось вот кстати чем весь металл пилили вот пилили причем вот так то выпиливаем кусочку вообще а это мы их сюда закинем это умеешь ездить да ну там тормоз газ сцепление знаешь вот это тормоз или газ а сцепление а все я понял а вот этот это палка это что такое а фаллоимитатор вот а заднюю включать это вот сюда надо нажимать до оказывается полуавтомат до а ничего себе крутяк вообще вот давай давай да ништяк как на погрузчике короче дай да о ничего себе круто всплыл интересный момент выяснилось что вот этот угол раз два три 4 4 клепки я не могу сделать вот эти вот большим клепочником потому что он по длине не помещается пришлось использовать вот этот маленький чтобы заклепать тогда он здесь подходит а тот реально не влазит вот но я думаю что это ерунда для тех кто хочет это сделать так вот делаем шаблон делаем шаблон шаблон боковины там вот пришлось наращивать воткнул проволоку чтобы и не гнула потому что та часть будет над дверью которая идет уже времени не хватает охота домой так что будем заниматься завтра подобными вещами так начал вырезать боковины прямые линии режу болгаркой закругленные будут лобзиком и пилкой по металлу вот короче вот так вот примерно получается во всех углах насверлил отверстий ну чтобы понимать где останавливаться ну и было легче поворачивать и чтобы углы не такие острые были болгарочный диск быстро кончается и вот на одну такую полоску примерно уходит один диск не выгодно конечно но зато хоть как-то пропиливает потому что когда режешь лобзиком его закусывает ну трудновато тоже на самом деле так какие-то закругленные еще но терпит а вот прямые линии конечно лобзиком тяжело проще болгаркой при создании боковин пришлось вырезать вот такие вот квадратики для чего это нужно было сделать как выяснилось что вот под этими квадратиками идет какая-то проводка здесь вот и вот здесь вот уже как бы накинут лист их зашивать было нецелесообразно поэтому было принято решение их вырезать для того чтобы можно было туда залезть доступ боковина будет держаться примерно вот так соответственно вот это углубление мы ваты заложим вот боковинки вот эти вот такой штучкой чтобы было потише и потеплее а еще такой момент при создании боковин выяснилось что одна арка отличается от другой это арка ниже и даже если обратить внимание здесь даже вот этот подоконник окна своеобразный а а там уже не видно ну ладно я если сниму то будет видно но арку видно что она выше это связано с тем что с этой стороны находится бензобак и горловина она как раз уходит в эту арку ведь прям на одном уровне так что так а вот там такого нету на внутреннюю сторону приклеивается двухсторонний скотч для того чтобы сюда потом наклеить шумоизоляцию ну или или и вибро вот вот такого плана с одной стороны она металлизированная с другой стороны просто чтобы избежать какой-либо вибрации вот сейчас надо на данный момент делаю две боковинки смотрю насколько они плотно будут прилегать вот с одной стороны я уже прикрепал одну сторону как видите вот тут чуть-чуть еще осталось вот здесь она будет через уголок цепляться здесь еще пока не прикрепаны и и как бы можно вот посмотреть как она вообще здесь стоит вот так вот дырочки заранее высверлил под определенным расстоянием с определенной длиной вот и соответственно теперь буду сверлить по месту вот ну пока на данный момент вот так вот а дальше еще немножечко от сниму вот это пока вот я готовлю одну боковинку сейчас ее тоже проклею наклею на нее утеплитель этот и уже будем устанавливать не имею виду на твоей машине так так что мы на данный момент имеем приклеили утеплитель но такую виброизоляцию вот пока просто расперли палкой вот то есть примерно вся эта чепуха будет выглядеть вот примерно таким макаром вот вырезали окошечки потому что там оказывается находится провода а вот в этом месте вообще даже это топливные шланги но поэтому нельзя было их закрыть нужно было оставить их открытыми трудность заключается в чем вот эти вот два хвоста которые над дверями над задними вот они конечно дали много хлопот но я думаю что когда все это приклепается будет ровненько смотреться пока пока все продолжаем дальше работать так одну боковинку мы уже приклепали выглядит она примерно вот так здесь вот мы прошли по стоечке тут по крылу здесь не стали клепать потому здесь еще уголок будет уже отсюда как бы пошла клепка то вот интересный такой момент был что стойка двери выпирает окно просевшие пришлось вот так вот немножко надрезать и сделать вот такой вот момент двери двери вплотную уже резиночки идут заходят вот здесь у нас маленький косячок это из-за того что сам этот картонка вырезалась прямым углом поэтому здесь вот так вот вышло здесь вот так вот заходят таким вот макаром сейчас перейдем на вторую сторону она пока просто стоит на деревяшке вот я сейчас пытаюсь сейчас вот пытаюсь вот здесь вот сделать железку поставить она уже вот высверленная к сожалению тут немножечко ошибся с отверстиями вот они у меня немножечко ушли в сторону так вот этот прорез вот для этой вот штучки вот ну в общем сейчас попробуем сделать покажу как получилось костян что делать будем дай я эту хуйню мыть не будем а не хватит мы с тобой не щедроты что ли ни хрена деньжище ушли а а Смотрите продолжение в следующей серии. Торпеду! Торпеду! Вот и все, успели. Машину успели. Бля, с другой стороны не помыли, ну ладно. Смотрите продолжение в следующей серии. Выезжай! Чувствуешь себя, да, на инкассаторской машине? Ну, теоретически мы практически закончили. Теоретически практически мы закончили. Вот. Сарками. Сарками непонятно что делать. Пока еще думаем. Вот. Ну, в принципе, обшить короб. Заклепать. Ну и в принципе все. Ну и вот здесь немножко приклепать. Вот. Это так, дело мелочи. В основном, в основном. Вот тут вот стеночку заделали. Здесь стоит уголочек. Там, соответственно, не смогли заклепать, потому что не можем просверлить, залезть. Что-то просчитались немножко. Вот. Здесь, соответственно, тоже немножечко не доклепали. Но это тоже полбеды. Вот. Здесь, если что, потом тоже доделаем. В принципе, теперь она выглядит вот так вот. Считаю, что арки даже и не нужно делать, потому что задача заключалась в следующем. Когда у нас упал груз, то вот здесь вот, видите, такая полосочка появилась. Вот. Вот тоже ударчик. Нужно было избежать этого. Вот. В принципе, теперь точно. Таких повреждений не будет. Вот. Дверь. Хоп. Закрылась. Чистой воды броневик. Вот. Стеночку поставили. Стеночку поставили на штатные места. Ничего изменять не стали. Вот. Так вот. Здесь вот. Низ пола. Низ пола у нас, в принципе, открывается. И там, если что, можно всегда добраться до... Потому что там этот стоит, как он, насос топливный. Вот. До бензобака. Так что, вот так вот закрывается это. Вот. И все. Снаружи этот автомобиль, как обычный автомобиль. Ничего не поменялось. Вот. Так что, если на дороге увидите где-нибудь Ара. Ну, должен был Ара ездить. Вот. Ну, а рассказал, говорит, я ездить не буду. Вот. Коврик. У коврика есть вот специальные такие фишечки, которые фиксируются. И потом коврик не ездит вперед-назад. Очень, кстати, удобно. Вот. Костян еще этого не видел. Ну, в принципе, вот так автомобиль выглядит со стороны. Ну, че? Вот он. На, Валер. Здесь вот пришлось немножечко изогнуть. Плюс сама дверь, она получается такая изогнутая. Тоже пришлось извернуться. Здесь вот тоже изогнутая получилась. Тоже пришлось извернуться. Все остальное штатное. А, еще вот эта штука не вставала. Почему она не вставала? Потому что там ребра жесткости были. И эти ребра жесткости пришлось все срезать. Все срезать. И тогда она прикрутилась в штатное место. Вот. С ребрами жесткостями она бы не встала. И не прикрутилась. Так. С этим тоже все понятно. А по мнению супруга, мы сейчас с тобой вообще на жестких блядках находимся. Вот. Прям можно сказать, пиписьки все стерли нахрен. И вот тут вот маленький-маленький косячок. Сашка за хреначил. Блядь, как в лимузине. Ты обратил внимание? Ну, как хуеть надо, блядь. Все, фонари прикручены у нас? Да. Можно хлопать как хочешь. Пиздец, блядь. Бля, мне звук так нравится, блядь. Охуеть.